Это программа «День с толком» В студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. Смотрите в выпуске. Завели уголовку за превышение должностных полномочий. На экс-чиновницу Ирину Долгову завели уголовное дело в ее доме обыски. Сломана рука и нога. Семиклассник выпрыгнул из окна второго этажа Барнаульской гимназии. Уходят в интернет, маскируются под рекламу работы. Как наркоделеры введут свое черное дело и почему бороться с ними нужно сообща. Начнем выпуск с громкого должностного преступления, в центре которого бывшая высокопоставленная чиновница края. Следственный комитет региона возбудил уголовное дело в отношении бывшего зампреда правительства Ирины Долговой. Ее подозревают в превышении должностных полномочий. По предварительным данным следствия, осенью 2018 года Долгова в нарушение установленного законом порядка организовала за счет средств регионального бюджета обеспечение дорогостоящими лекарственными препаратами своего знакомого, который не имел права на бесплатное их получение. Данные действия повлекли причинение имущественного ущерба бюджету Алтайского края. Следователи работают совместно с сотрудниками ФСБ в доме Долговой в ее предыдущих местах работы. С поста зампредседателя правительства края Ирина Долгова ушла почти месяц назад якобы по личным обстоятельствам. Добавим, разбирательство идет в отношении бывшего замминистра здравоохранения Елены Кровец. Ее обвиняют в получении взяток. Работала она в том числе и под руководством Долговой. В кругах близких ситуаций существует версия, что Кровец смогла пойти на сделку со следствием и рассказать о коррупции в сфере госзакупок в период, когда Минздрав возглавляла Долгова. А вот в региональном министерстве образования комментируют закрытие более 50 классов в 30 школах края как простой урвии. При том, что уже полностью остановили свою работу три детских сада. Тем временем в Край за сутки выявили 64 новых случаев заражения COVID-19. С диагнозом коронавирус скончались 5 пациентов. А общее число заболевших новой инфекцией в Алтайском крае – 12 780 человек. На данный момент в тяжелом состоянии находится 137 пациентов. На аппарате ВЛ 52 жителя региона. Сегодня произошло ЧП в Барнаульской гимназии номер 27. Школьник выпрыгнул из окна второго этажа. Подростка с травмами средней степени тяжести увезли в больницу. На месте работают сотрудники полиции. К изучению дела подключилась уполномоченная по правам ребенка в Край. Подробнее о происшествии в сюжете Софии Яценко. Вот этого, второй этаж. Он лежал горовой вот сюда вот. Вот тут была горова. Как говорят очевидцы, улыбался опять же. Прыжок улыбчивого подростка теперь обсуждают не только в классе. По словам Леонида, одноклассника пострадавшего, после последнего урока истории ребята решили устроить казино. Были ставки. Кто-то поставил 250 рублей, как говорят. Кто-то 50. И так собралось 350 рублей. И как-то так вот поспорили. И он через 5 минут, как наша учительница, ушла открывать нам гардероб, он спрыгнул. Улыбался. Ну, видимо, рад был за заработку. По иронии судьбы, ученик заработал не только деньги и славу, но и серьезные проблемы со здоровьем. Сломана рука и нога. Сейчас подросток находится под наблюдением медиков Краевого центра охраны материнства и детства. В обстоятельствах происшествия разбирается полиция и прокуратура. Организовано проведение проверки. В рамках проверки будет оценена работа органов системы профилактики, в том числе и образовательного учреждения, соблюдение прав учащихся и жизни, здоровья несовершеннолетних. В случае выявления нарушения будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования. Также к изучению дела подключилась уполномоченная по правам ребенка в Крае Ольга Казанцева. Она пообщалась с учительницей и посмотрела камеры внутреннего видеонаблюдения. Сейчас совместно с городским комитетом по образованию обсуждаются дополнительные меры безопасности детей в учебных учреждениях. Что касается самого пострадавшего, то ставить ставки, подобные последней, даже при всем желании он сможет не скоро. Постельный режим ему обеспечен минимум на месяц. София Яценко, Илья Халяпин. День с толком. К другим темам. Сегодня исполняется ровно два года, как Алтайский край официально возглавил Виктор Томенко, дав присягу во время инаугурации. На нового руководителя жители возлагали большие надежды. Люди сходились во мнении о том, что многие сферы региона нуждаются в кардинальных переменах. Оправдались ли ожидания в сюжете Анастасии Дороган. Наша цель – сделать Алтайский край регионом с современной экономикой. Виктор Томенко перед политикой, общественностью, промышленностью дает присягу. Будем развиваться. Будут новые предприятия, будет рост средней зарплаты. И вот итог. За два года на Алтай пришло 14 инвесторов. Общая стоимость инвестпроектов – 58 миллиардов рублей. Накануне в Заринске открыли новую линию трамбования угольной шихты. На Иткульском спиртзаводе объявили о создании в будущем виски-курни. Деньги инвесторов идут на создание новых предприятий, развитие существующих. Так ВЗПИ работают над инновационным двигателем, чтобы встать в один ряд с мировыми лидерами. Будет скомпонована целая отрасль промышленности, машиностроения. Высокоточная, высокотехнологичная. Томенко выходец из бизнеса. Томенко – великолепнейший экономист, признается на всех уровнях вообще. По словам политолога, инвестпроекты – это точки роста региона, с которыми главе края возможно перезапустить его экономику. Как минимум, средняя зарплата выросла на несколько тысяч. Сейчас она составляет 29. Экономика, социальная сфера функционирует, то есть каких-то грубых сбоев и нарушений нет. Хотя отдельные, конечно, негативные моменты, связанные с эпидемией, известными событиями, они наблюдаются. Но они укладываются в рамках, как принято говорить, у экономистов погрешности. Оценка экономиста удовлетворительна. Общественники нейтральны. Константин Емешин уверен. Плюс в том, что Томенко объединил в себе губернатора и председателя правительства, в отличие от красноярской практики. Но минус – командный состав, когда ключевые вопросы курирует приезжий, человек без местного бэкграунда. У нас сейчас самое слабое место – это взаимодействие с муниципалитетами. То есть, вот в камне эта ситуация, в Волчихе сейчас какой-то там бунт. В целом, о новом губернаторе эксперты отзываются положительно. Результаты есть. Пусть и не все из них видимы жителям. Впрочем, два года для объективной комплексной оценки, возможно, недостаточно. Анастасия Драган, Илья Халяпин, Николай Шелко, Андрей Печоркин. День с толком. Сегодня же, прямо напротив здания правительства края, произошел поистине вопиющий акт вандализма. Женщина расписала памятник Ленину нецензурными выражениями. С мест событий Никита Ермаков. Сегодня здесь, на площади Советов, у памятника Ленина, неизвестная женщина нарисовала не совсем цензурные фразы у его основания. Ее задержали на месте сотрудники полиции. Но саму фразу буквально через 40 минут стерли. Я считаю, что люди свое мнение высказывают не теми способами, которыми следовало. Если они хотели до кого-то докричаться или достучаться, что-то этим сказать, то это делать нужно было явно не таким способом. Хорошего точно ничего. Ну, к чему это вообще было, по идее? Мне кажется, это плохо, потому что, ну, все-таки культурное достояние, их надо уважать. Мы бы сюда пришли с этим просто посмотреть. Да, посмеяться. Продолжаем выпуск. В детской инфекционной больнице Барнаула, которую горожане долгие годы называли самой ужасной и из-за ее состояния, закончили ремонт. Специалисты подчеркивают, что это лишь первый этап обновления медучреждения. Основной еще впереди. Но насколько уже сегодня изменились условия, оценила наша съемочная группа. Тараканы, обшарпанные стены и неисправная проводка. Именно так отзывались родители маленьких пациентов о Центре охраны материнства и детства. Теперь здесь провели косметический ремонт. Сейчас мы зайдем внутрь и посмотрим, насколько безопаснее, а главное, удобнее здесь стало находиться. На фото слева разруха, как в 90-е. А сейчас видно невооруженным взглядом гораздо лучше. Ободранные стены блестят от свежей краски, потолки побелены, розетки отремонтированы. Полностью заменен коечный фонд, матрасы, постельное белье. По необходимости заменены светильники. Косметика косметикой, но в капитальном ремонте здание нуждается давно. Здание 34 года стояло без капитального ремонта, поэтому мы готовы провести здесь капитальный ремонт. Но с сегодняшнего дня, то есть мы открыты как инфекционный госпиталь, потому что есть острая потребность в коечном фонде для больных детей острыми респираторно-вирусными инфекциями, которые сейчас идет как раз подъем. На косметическое обновление потратили около 100 тысяч рублей. Его центр материнства и детства, одним из подразделений которого сегодня является бывшая инфекционка, провел на свои средства. Когда начнется основной этап исцеления, прежде самой ужасной больницы, руководство сказать затрудняется. Добавим, что месяц назад пациенты жаловались на толпы разгуливающих по лечебнице тараканов. Роспотребнадзор вынес предписание устранить антисанитарию. Главврач заверил, в дезинфекцию провели насекомых нет. Мария Микшута, Илья Халяпин. День с толком. Федеральный канал снимает документальный фильм про изменения подростков в камне-набив. В целом лента будет посвящена насилию в школе, а также запрещенным группам. Детский бандитизм на Алтае не случайно останет частью материала. На протяжении года мы рассказывали вам о жестоких побоях и травле в камне-наби. Известно, что там орудует банда школьников, которые сбивают и оскорбляют сверстников, забирают деньги. Наш корреспондент Ирина Корчагина рассказала съемочной группе телеканала ТВ-Центр о случае, который произошел в камне-наби этим летом. Группа подростков избила 13-летнего мальчика, который даже не был знаком со своими обидчиками. Хулиганы просто выбрали случайную жертву на улице. В итоге избитый школьник оказался на больничной койке. Примечательно, что подобные случаи в камне-наби пытаются замять, а подростки избегают наказания, так как многим из них еще нет 14 лет. Не исключено, что после выхода документального фильма у общественности возникнут вопросы, кто допускает существование каменских мафий и почему с детьми никто не работает. Материал наших федеральных коллег должен выйти 7 октября. Наркобизнес в регионе уходит в интернет. Точнее, в современные мессенджеры, утверждают специалисты. Ежегодно в соцсетях появляется по несколько десятков аккаунтов, с помощью которых на территории края распространяют запрещенные вещества. Примечательно, что интернет-площадки рекламируют прямо на улицах, зачастую вблизи учебных заведений. Накануне активисты общероссийского движения «Антидилер» провели профилактический рейд. Подробнее о нем, а также о том, как любой из нас может противостоять распространению зла. Расскажем далее. Реклама сайта, на котором размещены объявления о продаже наркотиков, на гаражах в центре города. Это лишь одно из множества мест, где можно встретить подобного рода записи. Их регулярно закрашивают активисты движения «Антидилер». Волонтеры акции выбрались из опасных сетей наркодельцов и понимают, насколько важно всевозможными способами, в том числе закрашиванием рекламы, противостоять распространению дури. Тем более, что свой товар дилеры продвигают все более изощренно, подчеркивает организатор волонтерской акции. По его словам, с каждым разом они придумывают все новые формулировки своим объявлениям. Теперь они пошли еще дальше. Они теперь предлагают работу молодежи для того, чтобы они могли подзаработать денег. На стене написано «работа» и адрес также с сайта. Хороший работодатель на заборе рекламу не пишет. Если что-то нелегальное нужно, что караемо законом, это на заборе, пожалуйста. И где, говорите, надписи есть? Вот гараж, вот гараж. На одном гараже два сразу. Вот работа, пожалуйста. Реклама работы. Вот реклама работы. Скорее всего, это не работа, да? Это не работа, это срок. Активисты признают, что в Барнауле таких объявлений становится меньше. Но частыми стали случаи передачи запрещенных веществ не посредством закладок, а напрямую, из рук в руки. В чем причина, волонтеры объяснить пока не могут. Но говорят, что наркобизнес в регионе все больше уходит в интернет. Во всевозможные мессенджеры. Вот название, так скажем, самого интернет-магазина, где можно купить эту закладку. Еще один активист антинаркотического движения Алексей. Такие группы специально отслеживают, чтобы в дальнейшем их заблокировали. Есть сайт, где можно обратиться с жалобой. Обычно поступают такие предложения именно в Инстаграм, то есть с левых аккаунтов, где аватарка стоит. Вот такие-то, такие-то виды работ писать туда-то, туда-то. Как правило, больше всего вводят на Телеграм, не на Ватсап, а на Телеграм. Уже в Телеграме там не маскируясь ничего, там у них, как правило, висит пост и все. На Телеграм жалобу подать не особо возможно, только остается блокировать эти аккаунты в Инстаграме. Подозрительные страницы блокирует Роскомнадзор. За последние 8 лет ведомство, используя специальный сервис по обращениям жителей, заблокировало 115 интернет-площадок. За 19-е и неполные 20-е годы в региональное управление Роскомнадзора поступило 20 обращений. Но порой признают в ведомстве, доказать причастность ресурсов к распространению наркотиков сложно. Распространители вынужденно создают отдельные группы, вход в которые осуществляется исключительно при условии регистрации, что значительно затрудняет мониторинг. Кроме того, в сети интернет злоумышленники пытаются завуалировать распространение запрещенных веществ под видом биологически активных добавок. При этом подобная информация выявляется и пресекается в порядке, установленном действующим законодательством. Между тем, в Роскомнадзоре признают важность блокировки подобных сайтов. И наряду с волонтерами специалисты ведомства призывают неравнодушных граждан сообщать им обо всех подозрительных интернет-ресурсах. Для этого необходимо заполнить специальную форму обращения на сайте Управления надзорной организации. Никита Ромаков, Николай Шелко. День с толком. В Алтайском крае, возможно, придется платить за посещение особо охраняемых природных территорий. Об этом сегодня сообщил министр природных ресурсов и экологии Алтайского края в ходе онлайн-конференции. Напомним, недавно в России установили плату за посещение природных парков, ботанических садов и заповедников. Речь идет как о федеральных, так и о региональных объектах. Таким образом, власти смогут регулировать турпоток, решать локальные экологические проблемы. Свободно посещать природные парки смогут пенсионеры, инвалиды, дети-сироты и другие льготники. Также платному входу будет бесплатная альтернатива, но уже без инфраструктуры и специально оборудованной зоны. Мы рассматривали подобного рода ситуацию у себя в министерстве, советовались со специалистами, с общественностью. И в этой части принятие окончательного решения до текущего периода времени мы не приняли, поскольку еще считается, что находимся в таком в поиске более оптимальных форм. Взнос для жителей края 65 рублей с человека. Пока это примерная цена оплата, единоразовая, независимо от того, сколько времени человек проведет на территории. Кстати, некоторые считают, что новая оплата – деньги на воздух. Однако за рубежом такая практика широко распространена. Сообщается, что собранные средства будут целевыми, то есть пойдут на развитие особо охраняемых природных территорий. Лучшего в крае водителя трамвая выбирали сегодня в Барнауле. Впервые за долгое время посоревноваться приехали и работники горэлектротранса Бийска. В других городах региона трамваев просто нет. Помогли ли барнаульцам домашние стены, точнее родное депо, держать вверх над бейчанами? И на что обычно тратят весомые призовые? Расскажем далее. На старте второй участник из 12 – бейчанин Олег Ермилов. Как-то сразу не повезло, пришлось подождать, когда с линии уберут сломавшийся трамвай. Уже после своего практического этапа поделился, что с толку это его не сбило. Ведь и в жизни на линии всякое бывает. Но с собой все равно остался недоволен. Самый конечный пункт не понравился тем, что немного поторопился, за собой дверь забыл закрыть. И не объявил об окончании испытания. Кстати, до выхода на линию водители сначала сдавали теорию, только потом практическая часть. Сам маршрут разбит на несколько участков. Там есть 5 км в час, 30 км в час, экстренное торможение, место остановки. То есть все основные характеристики, которые у нас есть на линии, они их все здесь показывают. Марина Сысоева из Барнаула водитель опытный. Ее стаж 11 лет. Уже дважды была призером подобных соревнований. Вообще кабина водителя по правилам должна быть закрыта. Для нас сделали исключение. Уточним, сразу после ее стартов. Я вот сейчас даже не представляю себе другую работу. Мне очень нравится водить трамвай. Вот здесь вот участок 30 км в час. Это уже хорошая скорость, да? Да. Вот дальше будет участок остановка. Нужно будет остановиться полностью на остановке, объявить остановку. Общаясь в перерывах, участники конкурса рассказали, что зарплата у них небольшая. Те, кто работает недолго, получают от 20 до 25 тысяч рублей. Поэтому участвовать в конкурсе, где за первое место дают 70, желали многие. Не все прошли. К примеру, Марина Сысоева купила недавно квартиру. Если займу какое-то место, получу, то да, на ремонт, что-то вложу в квартиру, что-то памятное куплю. В этот раз Марина победила в сложной номинации. Она лучше всех владеет теорией. А весь пьедестал заняли ее коллеги из Барнаула. Так что известная фраза про домашние стены, которые помогают, вновь оправдала себя. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком. Над Барнаулом пролетели боевые истребители. Значит, совсем скоро день города. На праздники, как и пять лет назад, выступит пилотажная группа «Стрижи». Вчера они приземлились в Барнаульском аэропорту и рассказали журналистам, чем удивят горожан на этот раз. Как пять лет назад «Стрижи» снова над Барнаулом. В прошлом году погода была на стороне пилотажной группы, а в этот раз из-за капризного неба журналистам пришлось почти четыре часа ждать пилотов-фиртуозов. Прогноз на день города не утешает, но если повезет, барнаульцы увидят новую программу. Сейчас мы полноценной шестеркой будем выполнять полеты. Это совершенно новая программа, здесь мы ее не показывали. Это шестерка самолетов, различные перестроения, выполнение всего комплекса фигур высшего пилотажа. Составом шести перестроения при выполнении этих фигур. Затем будет парный пилотаж, ну и далее полноценный одиночный пилотаж. Кстати, пилоты первого класса ценят Барнаул. Говорят, площадка для демонстрации фигур высшего пилотажа отличная. Великолепная набережная, великолепное место подготовленное именно для того, чтобы люди имели возможность погулять, походить, посмотреть на все красоты. Ну и соответственно, что с одной стороны город, а с другой стороны открытое пространство. Это прежде всего безопасность полетов. Ну и соответственно, это действительно возвышенность и парк великолепный. Оттуда, я думаю, будет смотреться очень здорово. Есть у стрижей и наземная программа. Они встретятся со школьниками, кадетами, спортсменами. Еще группу ждут тренировки. Так что в мирном небе над головами барнаульцев боевые истребители будут летать не один день. Андрей Дриер, Николай Шилко. День с толком. На этом у меня все. Звоните нам в редакцию по телефону 205-545. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компания «Эвалар». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok